Эволюция происходит постоянно, даже если мы не замечаем этого. Она необходима любому живому организму, чтобы существовать в этом мире и успевать за его изменениями. Однако, есть одно «но». Сегодня вы узнаете, зачем травоядные отрастили себе клыки, почему животные боятся эволюции и как природа способна лишить уникальности кого угодно. Поехали! Да, если есть на свете какая-то мощная и при этом абсолютно безразличная сила, то это природа. Природа может отнять у любого живого существа, что ей только захочется. Дом, особенности поведения, даже части тела. Но если вам кажется, что во всем этом нет никакого смысла, присмотритесь. На самом деле у природы есть своя логика. Возьмем для примера вот эту птицу. Галапагосский нелетающий баклан. Который обитает только на двух островах в мире. Вообще-то, на планете существует 21 вид бакланов. Но именно этих бедняк природа лишила возможности летать. Просто сравните два разных вида. Видите эти крылья? Они совсем не работают. Вообще. Если тем же пингвинам крылья хоть как-то помогают, то для нелетающих бакланов они вроде ненужного аксессуара, который жалко выкинуть. Объясняется все довольно просто. Ха, когда живешь там, где нет хищников, зачем тебе уметь летать? Вместо этого галапагосские бакланы научились шикарно плавать, чтобы добывать себе рыбу, моллюсков и прочие морские вкусняшки. Но если с бакланами все вроде бы понятно и логично, то некоторых других животных иначе, кроме как странными, и не назовешь. Акула-циклоп. Это что вообще такое? Даже не так. Акула-циклоп-альбинос. Ее выловили около берегов Мексики, и само появление такой акулы на свет – баг природы, причем довольно редкий. Рыба-капля – совсем другая история. Иногда ее называют самым уродливым существом на планете. Но как что-то похожее на испорченное желе вообще может существовать? Этот вид плохо изучен, однако с реальной формой рыбы-капли ученые все-таки разобрались. Рыба обитает на глубине до 1200 метров, где подвергается колоссальному давлению и выглядит как обычная рыба. На мем она становится похожа только на поверхности, когда давление резко ослабевает. Увы, рыба-капля не может выжить вне своих привычных условий, видимо, поэтому ее так сложно изучить. Но давайте выбираться из воды. Я нашел еще пару примеров вмешательства природы. Ринопитеки и коровы ватусси. Почему у первых она забрала носы, а вторым навесила такие огромные рога? Они же явно очень тяжелые. Как с такой конструкцией на голове вообще можно ходить? Что ж, иногда природа делает по-настоящему крутые вещи. Ринопитеки похожи на Волан-де-Морта не из-за того, что экспериментировали с крестражем. Они обитают в горных лесах на большой высоте и часто сталкиваются с экстремально низкими температурами. Поэтому, чтобы бедные приматы не отморозили себе носы, природа их просто забрала. Вот только она не подумала, как это будет выглядеть. Особенно у детенышей. Хорошо, что животные не разбираются в красоте. С ватуси все получилось наоборот. Они обитают в жарких регионах Африки, а огромные рога используют для терморегуляции. Эти рога пронизаны системой сосудов, и кровь, циркулируя туда-сюда, охлаждается потоками воздуха. Затем она возвращается в тело и понижает его температуру. Вообще, знаете, хорошо, что коров нужно охлаждать, а обезьян согревать. Бедным ринопитекам было бы тяжко с такими рогами. У большинства животных все попроще. Вы не встретите белую акулу, чьи зубы так выросли, что перестали помещаться в пасть. Вряд ли увидите сову с бесконечно растущим клювом пеликаньего размера, потому что все эти вещи четко прописаны в генах каждого вида. Какое-то изменение возможно только в случае серьезного отклонения, но только не у ослов. С ними природа откровенно напортачила. Вам когда-нибудь приходила в голову мысль, что копыта — это, по сути, видоизмененные ногти? И как любые ногти, иногда они вырастают достаточно длинными, чтобы их нужно было подравнивать. В дикой природе животные делают это сами, просто много двигаясь и стачивая копыта естественным образом. Но у ослов с этим реально есть проблема. Дело в том, что они появились в пустыне, где земля твердая, сухая и часто каменистая. Почему-то после этого эволюция решила, что копыта ослов не нуждаются ни в каких апгрейдах. Они оказались способны эффективно впитывать влагу, оставаться гибкими и избегать расколов и сколов. Круто! А то! Запускайте в производство! К сожалению, на обычном пастбище для лошадей эта способность вызывает проблемы. Копыта не изнашиваются от простой ходьбы, да еще и размножают в себе грибок с разными бактериями. Пять лет без маникюра превращаются в кошмар. А теперь представьте на секунду, что несколько ослов попали на остров с мягким влажным климатом и при этом совсем без хищников. Они бы так и ходили с загнутыми копытами или вообще перестали бы ходить? Хотите почувствовать себя эволюцией? Пишите ваши предположения в комменты. Но если у ослов все еще может закончиться хорошо, без вмешательства людей, то у овец совсем другая история. Здесь природа развернулась на полную. Мало того, что некоторые из овец могут зарасти шерстью буквально до смерти, потеряв подвижность и перегревшись, они еще и падают. Падают со смертельным исходом. Окей, миссис, как ты делаешь это себе? И дело тут не в большой высоте. Иногда во время прогулки по сельской местности вы можете заметить овцу, которая лежит на спине, подняв ноги вверх. Так вот, она не загорает. И вообще не собиралась принимать такое положение. У овцы проблемы. А я не верю, что произнес эту фразу. Причин внезапного падения может быть несколько. Или у животного слишком тяжелая влажная шерсть, или это беременная самка, или овца просто растолстела. Ага, настолько, что не может перевернуться, случайно потеряв равновесие. Тебе не кажется, что эту особенность стоило бы исправить? А? Природа? Если упавшей овце не помочь, она рискует задохнуться. Погодите, что? Это... Это... Брожение травы в желудке производит газ, и если овца лежит на спине, газ не может выйти. По мере того, как он накапливается, растет давление на легкие, и животное просто задыхается. Знаете это ощущение? Когда съел настолько много, что не можешь дышать. Для овец это не метафора. И не забывайте про хищников. Это могут быть волки, вороны, или даже... Новозеландские кеа с удовольствием кормятся умершими овцами. Но им подойдет и живая. Они вообще не очень привередливы. То, что произошло с кеа, называется преадаптацией. Из-за недостатка другого корма попугаем пришлось начать охотиться на овец. Мощные клювы и когти у них уже были, так что даже эволюционировать не пришлось. Еще один похожий пример – это зяблики-вампиры. Я сейчас не шучу. Они обитают только на Галапагосских островах и внешне ничем не отличаются от сотен других видов маленьких птиц нашей планеты. Вот только с едой на островах все не очень сложилось. Еще хуже с пресной водой. Поэтому зяблики начали пить кровь. В основном в их меню входят голубоногие и носканские олуши. Причем никто не возражает, что зяблики своими острыми клювами добиваются кровотечения. Ученые предполагают, что когда-то зяблики таким образом избавляли олуш от паразитов, а сами получали пищу. И потом, ну, похоже, вошли во вкус. Эй, Стив! Стив! Мне кажется, ты немного увлекся. Стив! Ну и ладно. Я тогда просто... Да, пожалуй, я подожду. Но природа умеет не только отбирать какие-то особенности или создавать животным дополнительные проблемы. Иногда она просто... Так, летучие мыши-вампиры есть? А птицы-вампиры есть? Точно! Олень-вампир! Держи, клыки! Водяной олень — совершенно уникальное животное. Он питается травой, не носит рога, и у него, черт возьми, громадные клыки! Строго говоря, такими клыками может похвастаться не каждый хищник, а здесь вообще безобидное парнокопытное. Зачем оленям что-то подобное? Ну, как я уже сказал, похоже, в этом нет почти никакого смысла. Вампирские зубы животные используют только во время схваток за самку. Все остальное время они просто болтаются во рту и сдвигаются, когда оленю нужно поесть. Природа? Ты странная. Окей, а теперь пару слов об очевидных вещах. Все знают, как выглядят крокодилы. Даже маленький ребенок запросто нарисует вам нечто зеленое, вытянутое, с лапами... Короче, зубастую сосиску. Но если в какой-то момент вам покажется, что рисунок недостаточно реалистичен, задумайтесь. Может, малыш просто рисовал? Гавиала? Этот крокодил выглядит так, словно природа решила сделать что-то необычное в редакторе персонажей, но не придумала ничего стоящего и просто сжала бедняге морду. Сжала, а потом как следует потянула вперед. Длина пасти гавиала превышает ширину примерно в пять раз. Наверное, если бы мир крокодилов действовал по человеческим законам, гавиала бы просто засмеяли в его родном районе. Но, к счастью, вытянутая морда не только каприз природы, но и реально полезная штука. Большая часть диеты гавиалов состоит из рыбы, и именно для этого нужна смешная морда, а также около сотни мелких зубов. Добавьте сюда относительно небольшой для крокодила вес, и получится идеальный рыболов. Так что здесь у природы все схвачено. Думаю, гавиалы не в обиде. Но представьте, что было бы, если бы огромная морда гавиала досталась бы кому-то маленькому. Оленю! Нет, у него вампирские клыки. Зайцу? Ему как-то не очень идет. О, калибри! Только уберите зубы! И вот перед вами калибри мечеклюв. Это уникальное создание среди пернатых. Вы не найдете никого похожего на мечеклюва. Крошечные пташки весят не более 15 граммов, а слегка загнутый вверх клюв составляет половину длины их тела. Иногда даже больше. Кажется, кто-то действительно много врал. Ладно, такой необычный орган помогает им доставать нектар из длинных воронкообразных цветков, которые не могут проникнуть в другие калибри. Таким образом, мечеклювы занимают свою нишу, не конкурируя с другими, и заодно обеспечивают опыление специфической группе растений. Все счастливы. Но представьте на секунду, что перед вашим лицом постоянно болтается такая огромная... палка. Это же неудобно. Да, калибри тоже не в восторге. Например, в сидячем положении длинный клюв тянет птичку вниз, и для соблюдения равновесия ей приходится сидеть с высоко поднятой головой. Иначе шея просто не выдержит. Таким клювом и перья не почистишь. Приходится использовать лапки, а во время полета его нужно держать в определенном положении, чтобы не упасть. Наверное, у мечеклювов уходит чертовски много времени, чтобы просто научиться жить. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok